Представьте себе систему, в которой привычное уравнение 2 плюс 2 не дает привычной четверке. Звучит как ошибка, но речь идет не об опечатке, а о реальном эксперименте. Группа ученых из области теоретической математики и вычислительной логики создала симуляцию, где базовые арифметические правила были сознательно переопределены. Целью эксперимента было проверить, можно ли построить внутренне непротиворечивую систему, в которой фундаментальные для нас истины работают иначе. Они изменили определение чисел и операций над ними на уровне самой логической структуры. Это значит, что сложение внутри этой симуляции выполняется по другим законам. В результате 2 плюс 2 может равняться, например, 5 или даже оставаться неопределенным. При этом внутренняя логика системы остается последовательной и предсказуемой. Для большинства неспециалистов это кажется абсурдом, но на деле математика это не отражение объективной реальности, а язык, созданный для описания мира. И как любой язык, он может быть перестроен. Этот эксперимент поставил под сомнение представление о том, что математика – это универсальный закон природы. Возможно, она лишь одна из возможных интерпретаций. А теперь представьте, что такая система используется в реальных расчетах. Как поведут себя формулы, в которых результат сложения больше не гарантирован? Когда результаты первого эксперимента были представлены научному сообществу, многие восприняли их как банальный сбой в вычислениях. Некоторые решили, что речь идет о программной ошибке, другие обвинили исследователей в попытке эпатажа. Но чем глубже специалисты вникали в построенную модель, тем очевиднее становилось. Никакой ошибки не было. Это была тщательно продуманная математическая структура, основанная на модифицированных аксиомах Peano. Тех самых, которые лежат в основе привычной нам арифметики. Ученые заменили ключевые определения. Не то, что 2 есть 1 плюс 1, а то, как само сложение определяется. В результате обычная операция «прибавить» обрела новое значение, не нарушая при этом логической непротиворечивости. Модель выдержала формальные проверки на внутреннюю логику и успешно прошла тесты на корректность в своей системе координат. Это стало первым серьезным доказательством того, что основа нашей арифметики не единственно возможный путь. Реакция научного сообщества разделилась. Одни увидели в этом угрозу устоям, другие принесли революцию в понимании абстрактных систем. Но главное, это эксперимент продемонстрировал, даже самые очевидные истины работают только в рамках принятых правил. И если поменять эти правила, вся картина реальности меняется. Но что, если математика не врет? Она просто адаптируется к правилам, которые мы сами задаем. Математика воспринимается как эталон точности. Но с точки зрения формальной логики, это утверждение работает лишь в контексте определенной системы. Измените определение, и результат перестает быть универсальным. Это не ошибка, а проявление гибкости самого математического языка. Существуют десятки нестандартных систем, где привычные нам правила не действуют. Например, в модульной арифметике 2 плюс 2 может равняться нулю, если считать по модулю 4. Или возьмем арифметику в булевой логике, где 1 плюс 1 дает единицу, а не 2. Все зависит от определений. Именно это стало ключевым аргументом ученых, создавших симуляцию, где 2 плюс 2 не 4. Они не пытались доказать, что мы не правы. Они показали, наша математика бы то это выбор, а не аксиома вселенной. Это решение, принятое для удобства и предсказуемости. Их модель продемонстрировала, что можно отказаться от привычных правил и построить устойчивую альтернативу. Это ставит под сомнение привычную категорию правильно-неправильно. Если все зависит от выбранных оснований, то что тогда считать истиной? А если истина может быть условной, то как мы отличаем науку от веры? Математика – язык физики. Но что произойдет, если переписать этот язык? Именно этим вопросом задались физики, когда впервые применили альтернативную арифметику к моделированию физических процессов. Внутри симуляции, построенной на новых математических правилах, они попытались воссоздать физическую среду. Результаты оказались неожиданными. Поведение систем оказалось стабильным, но неузнаваемым. Привычные нам понятия, такие как скорость, масса или энергия, теряли смысл. Уравнения Ньютона, законы термодинамики и даже простые формулы переставали работать. Все потому, что их математическая основа больше не соответствовала внутренней логике новой системы. Тем не менее, внутри этих условий появлялись новые закономерности. Физика не исчезала. Она адаптировалась. Это поставило под сомнение догму о том, что наша физическая реальность диктует форму математики. Может быть, наоборот, выбранная математика формирует наше понимание физики? А если бы мы жили в мире, где используется иная логика чисел, разве мы не построили бы совершенно иную картину мира? Оказалось, что сама природа законов зависит от того, какие очки мы надеваем, чтобы ее описывать. А что, если таких очков может быть бесконечно много? Одним из самых тревожных открытий стало поведение доказательных систем внутри измененной арифметики. Оказалось, что логические цепочки, которые в привычной математике приводят к надежным выводам, здесь могут не срабатывать. Например, если выстроить классическое доказательство по типу индукции, результат может оказаться некорректным или просто неприменимым. Это связано с тем, что доказательства строятся на наборах правил вывода. А если базовые операции, такие как сложение или умножение, работают иначе, весь механизм ломается. Ученые столкнулись с тем, что даже фундаментальные теоремы, вроде теоремы о сумме углов в треугольнике или правил кратности, теряют смысл в новой системе. Формально в этих моделях можно построить собственную версию логики, но она не будет совпадать с нашей. Это стало особенно важным при попытках формальной верификации. Системы не могли понять доказательства, построенные по старым правилам. Математика внутри новой модели становилась замкнутой, как будто говорила на другом языке. Такое открытие породило важный вопрос. Если наши доказательства работают только в пределах привычной системы, то можно ли считать их универсальными? Или мы лишь описываем мир в терминах, которые заранее сделали удобными для себя? А что, если привычные формулы не только не работают, но и вовсе не имеют смысла? Когда инженерные команды попытались использовать альтернативную математику для расчетов внутри симуляции, их ждало неприятное открытие. Все, что раньше работало четко и надежно, начало вести себя непредсказуемо. Простейшие уравнения движения давали значения, не имеющие смысла. Например, расчеты траектории объекта с постоянным ускорением не приводили к ожидаемым результатам. Масса, сила и расстояние перестали быть величинами, которые можно измерить привычным способом. Самым тревожным было то, что привычные методы контроля и верификации отказались работать. Формулы больше не проверяли результат, потому что сами стали частью новой логики. Внутри этой системы можно было построить альтернативные уравнения, но их поведение оставалось неизвестным. Иногда объекты ускорялись без причин, иногда замирали при действии сил. Это обескуражило не только инженеров, но и теоретиков. Ведь оказалось, что устойчивость физических систем возможна и без привычных математических связей. Но тогда возникает вопрос, насколько прочен наш фундамент, если его можно заменить без катастрофы? И если новая логика создает стабильную, но чужую реальность, то значит ли это, что наша Вселенная может быть просто одной из возможных моделей? Если привычные формулы теряют силу, то насколько надежен наш расчет будущего? Одним из неожиданных направлений эксперимента стало обучение искусственного интеллекта внутри измененной математической модели. Исследователи дали нейросети задачу решать простейшие арифметические и логические операции по новым правилам. ИИ быстро адаптировался. Он начал строить собственную систему логических связей, подчиненную внутренним законам модели. Однако при попытке взаимодействия с привычной внешней системой начались сбои. Искусственный интеллект не распознавал базовые команды, так как интерпретировал их по другим правилам. Более того, он отказывался принимать 2 плюс 2 как 4, называя это логической ошибкой. Это поставило перед исследователями парадокс. Интеллект, воспитанный на других аксиомах, оказался умным, но не способным общаться с нами на привычном языке. Попытки перевода логики не дали результата. Слишком разными оказались исходные базы. В итоге ИИ стал не просто другим, а полностью изолированным. Это открытие вызвало серьезные размышления. Насколько сильно обучающая среда формирует восприятие мира? И может ли разум, основанный на иной логике, когда-либо понять наш? Или мы будем видеть друг в друге лишь ошибку? Что, если разные реальности не враждуют? Они просто не пересекаются? Когда обычному человеку показывают, что 2 плюс 2 может не равняться 4, первая реакция – отторжение. Не потому, что это сложно, а потому, что это противоречит фундаментальной структуре мышления. Наш мозг с раннего детства привыкает к определенным логическим связям. Сложение, вычитание, логические переходы становятся основой мышления, а не просто школьной программой. Нейропсихологи объясняют это как когнитивную жесткость. Тенденцию воспринимать устойчивые связи как абсолют. Когда они нарушаются, мозг испытывает тревогу. Исследования показали, что при демонстрации арифметических аномалий у участников активируются участки, связанные с угрозой и стрессом. Мозг воспринимает логический сбой как опасность для выживания. Это неудивительно. В реальной жизни стабильность вычислений – это залог безопасности. Мы рассчитываем время, траекторию, ресурсы. Нарушение этих расчетов может привести к катастрофам. Поэтому мозг сопротивляется не потому, что не понимает, а потому, что не хочет рисковать. Интересно, что при длительном взаимодействии с альтернативной логикой наблюдается адаптация. Мозг начинает принимать другую систему как рабочую. Но возвращение к привычной логике вызывает новую дезориентацию. Так может ли наш разум существовать вне привычной структуры мышления? На протяжении веков отдельные ученые бросали вызов установленным математическим аксиомам. Одним из первых был Джордж Беркли, критиковавший основы исчисления и бесконечно малых. Позже появились логики, предложившие альтернативы законам Excluded Middle или непротиворечивости. В 19 веке неевклидова геометрия перевернула представление о пространстве, доказав, параллельные прямые могут пересекаться, если изменить аксиомы. Это стало шоком для научного сообщества. Как и сегодняшняя модель, где 2 плюс 2 – не 4. Были и более радикальные примеры. В 20 веке возникли системы фази логики, где утверждение может быть не только истинным или ложным, но и промежуточным. Их долго не принимали всерьез. Сегодня это основа многих технологий. От стиральных машин до медицинских систем. Каждое новое отклонение сначала называли ересью, потом-то парадоксом, а позже – новым стандартом. Это показывает, сама история математики полна отказов от абсолютных истин. И, возможно, симуляция с нарушенной арифметикой – это не исключение, а следующая глава. Но если история показывает циклы переосмысления, то не стоит ли пересмотреть и наше настоящее? Математика, как мы ее знаем, строится на аксиомах – утверждениях, не требующих доказательства. Они служат основой, на которой строятся все последующие выводы. Но что произойдет, если отказаться от этой основы? Такой эксперимент уже проводился в середине 20 века, когда логики и математики начали исследовать так называемые неаксиоматические системы. Оказалось, что даже без аксиом можно построить функциональные, хотя и ограниченные, логические структуры. Они не столь универсальны, как привычная нам математика, но в пределах своих правил остаются непротиворечивыми. В контексте симуляции, где 2 плюс 2 не дает привычного результата, подобные системы приобретают особый смысл. Здесь невозможно опереться на заранее принятые истины. Приходится строить все с нуля на базе поведения самой системы. Это напоминает науку первобытного мира, где нет теорий, есть только наблюдения. Такой подход дает неожиданные плоды. Можно открывать закономерности без заранее заданных фильтров. Но вместе с тем теряется возможность объяснять мир привычными словами. Все становится локальным, ограниченным рамками конкретной модели. А если все, что мы знаем, в частный случай одной из бесконечных моделей, не пора ли задуматься, в какой из них мы живем? С самого начала эксперимента с миром, где 2 плюс 2 не равно 4, ученые хотели лишь проверить границы формальной логики. Но результат вышел далеко за рамки теории. Оказалось, что даже самые базовые понятия, на которых мы строим представления о мире, не являются универсальными. Их можно изменить, и мир останется логичным, хотя и совершенно чуждым. Если изменить правила, изменится и сам мир, который эти правила описывают. Физика, логика, даже мышление, все подстраивается под выбранную основу. И если разум может существовать внутри такой системы, то граница между возможным и невозможным становится вопросом выбора. Нам казалось, что 2 плюс 2 всегда будет четырьмя. Но теперь мы знаем, это утверждение верно только в пределах наших соглашений. И за пределами этих соглашений скрываются иные, не менее стройные вселенные, где наш разум может растеряться. Может быть, именно это и есть самое пугающее. Не то, что истина может быть иной, а то, что она может быть не единственной.